У Владимира Семёновича Высоцкого есть замечательное стихотворение, которое, наверное, в силу самодостаточности он никогда не перекладывал на музыку, но гениально исполнял его, как чтец, мой гамлет. Это стихотворение завершается блистательным четверостишием. Но гениальный всплеск похож на бред, В рождении смерть проглядывает косо, А мы всё ставим каверзный ответ. И не находим нужного вопроса. Вот, может быть, вся беда, наша беда в преподавании литературы заключается в том, что мы долгое время ставили вот этот каверзный ответ, навязанный нам, литераторам, сверху, и были лишены долгое время права найти какой-то нужный вопрос. А когда нам это право в постперестроечную эпоху было предоставлено, мы растерялись. Мне вчера дали свободу, как сказал тот же Высоцкий, а что мне делать с ней? И не можем найти вот этого нужного вопроса, который бы оживил то или иное классическое произведение. Гораздо легче оказалось просто их сбросить с корабля современности. Ну, долой Шолохова, поднятая целина, прославляющая, в общем-то, коллективизацию старинской эпохи. Долой роман «Мать», книгу нужную, своевременную. Эти слова Ленина мы постоянно цитировали. Многое-многое. Долой-долой, давайте. Маяковского с его поэмами «Ленин» и «Хорошо». А ведь если найти нужный и правильный вопрос, то совершенно иными станут для нас и эти произведения, и их авторы. Вот с этого вопроса я и стремлюсь начинать любой урок литературы. И тогда мне самому интересно, когда я нахожу этот вопрос. И становится интересно моим ученикам. А думаю, что главный смысл в преподавании литературы – это заинтересовать произведением. Это пробудить желание читать. А уже додумаются ученики до всего сами, самостоятельно. И, кстати говоря, они это подтверждают в своих работах, в своих сочинениях, которые должны быть творческими работами. И, может быть, даже творчески должны звучать темы. Ну, например, не образ Евгения Анина, а веселое имя Пушкин. Вот и размышляй, и пиши по этому поводу. То есть как можно больше свободы ученику, как можно больше внимания к поставленному вопросу, и как можно больше стремления к диалогу. А заинтересованность, первая заинтересованность должна возникнуть к творчеству того или иного писателя, вот начиная с первого урока. Поэтому эти первые уроки, я полагаю, должны быть все-таки уроками-лекциями. Уроками, достаточно продуманными самим учителем, уроками, которые побуждают ученика пойти в библиотеку и взять книгу того или иного писателя, над которой и над текстом которого мы, конечно, будем работать. Но вот этот литературоведческий анализ, вот это поверение алгебры и гармонии, оно должно, конечно, состояться уже после того, как ученик увлечен вот той темой, тем произведением, работе над которым будет посвящена дальнейшая деятельность, взаимная деятельность ученика и учителя.